Всем привет, дорогие друзья! С вами Вилноу, и в этом видео я покажу и расскажу о том, что выпало с недельных сундуков всего лишь 9 на этой неделе. Всего лишь, да? Ли или не ли. Но перед этим сходом, ребяточки, как всегда, теймовички! Теймовички! Это когда тебе в комментариях люди пишут, что теймовички! Можно уже запихнуть внутри видео, но не знают о том, что это делается миллион лет. Сидишь там, вписываешь, сохранить YouTube, лагает и так далее. Но перед этим, ребяточки, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеостримах, которые проходят каждый день с 12 до 14 и с 18 до 21. Итак, ребяточки, погнали, значит, Паладин. Паладин у нас, да, значит, в поисках счета, в теории, да, очень приятно за него было прохождение. Вот, в поисках счета, защита выбрана, прошли мы 16-ю, там, не помню, кого, Толдогор, вот, Толдогор прошли. И у нас попадает крючок, ребят. Опять, опять, ребят, что? Смотри, у меня уже было оружие, была пушка, хотел сказать, да? Универсальность, искусность, а тут на Криты. Крит, универсальность, скорость передвижения. Слушайте, ну, оставить и потом думать можно, в принципе, вроде как, довольно-таки неплохо. Ох, колдун, который, в целом, вроде как, все, что надо ему приобрел, и теперь, по сути, мы в поисках наручей, да, которых у него нет. Ну, и в идеале, может, какой-нибудь порч классный, хотя у меня с уличкой, она мне нравится, честно говоря, да? И тут выпадает у меня Тринька, ребят. То есть, поняли, да, как устроена эта шикарная игра? Как устроена эта шикарная игра, то есть, когда мне Триньки уже не нужны, и когда они у меня, ну, хорошие, да, на чернокнижника. Мне выпадает шкатул, говорится, очка. Шкатулочка мне выпадает, ребяточки, и не знаю, радоваться мне или нет. Я вроде знаю, что это вроде неплохая штука, да, в теории. Крутая штука, заряд классов, но крутая ли она на чернокнижника, конкретно, демонолога? Это надо будет смотреть на каким-то блудмальди. Ну, я сохраню, конечно же. Мах, ребяточки, 17-й ключ закрыли за Маха, и, соответственно, в ожидании аксессуара. Вот кому, как бы, этот, как бы, аксессуар предыдущий из чернокнижника пригодился, так, в принципе, Маху бы пригодился, да? Но мне, конечно же, выпадет. Калычка, ребяточки. Как будто бы я думал, что может что-то другое выпасть, да? Калечки с критом и искусностью. Вероятность избежания, ребят, между прочим, избежания. Крит, искусность, да? Ну, даже не знаю, звучит, звучит как-то непонятно, честно говоря. Мне кажется, это не очень хороший, как бы, вариантик. Охотник. Охотник тоже у нас, 17-й, закрыл ключик. 17-й ключик в целом, ему тоже, в общем-то, уже ничего не надо, кроме гиррапа, да? Кроме гиррапа, поэтому ждем что-нибудь посильнее и с критом, да? И мне выпадает... 108 избежания. То же самое, что у меня. Только 475-я и с дирочкой, ребята. Ребята, сегодня мы начинаем вечеринку, да? Это отлично. И мне теперь захотелось сразу же, ребяточки, сразу же туда вопнуть что-то в эту дырочку. Мгновенно. Даже дама прямо сейчас и прямо здесь и сейчас. А в назначенное время, в назначенном месте, ребяточки. На криты. Отлично. Это же одна из самых лучших аксессуаров просто, которые могут быть на Хантера. Он жарил, конечно, мне выпал. А в общем-то, только сейчас, а не когда я уже выбил его, да? Но все равно довольно-таки неплохо. С дырочкой. Довольно гиррапнулись. Неплохо, да? Значит, 17-й осадоборал за ШП нашего. Ну, ШП, я, честно говоря, за ШП хочу нормальные аксессуары. То есть, я смотрел, вроде, аксессуары, в принципе, неплохие, по блондмалиту, да? Но меня бы интересули со статами. То есть, какая-нибудь там раковина вот эта вот, да, еще что-то. И мне выпадают, ребяточки, штанишки. Штанишки. Вот у меня уже были штанишки, да? У меня персонаж одет фулл порчу, да? На пытку разума. То есть, пытка разума просто 5. У меня здесь что? Вероятность критов, скорость искусности, ребяточки. Скорость универсальность была, да? А тут вероятность критов. Знаете, ну, криты, они гораздо лучше, чем вот это вот, да, чем пытка разума, на самом-то деле. Криты куда интереснее тема. Поэтому надо, мне кажется, брать. Стоит, мне кажется, брать. Конечно, шмотки у меня отвратительные. Мне бы в идеале скорость, как бы и крит, насколько я знаю, да? Разбойник. 15-й ключ на пустинга Сергея Александровича, да? В ожидании чего? Выпала пушка. Говорят, что она хорошая. Но, как бы, естественно, я бы хотел какого-нибудь, ну, того же, ну, с Воли Гавани аксессуар, да? Или колечко, например, ребяточки. Помните, да? Колечко, это наша основная тема, ребят, основная тема. С 12% сумеречного гага сокрушения. Вот это мне... А сколько что статы дают скорость искусственности? Ну, скорость искусственности, это вроде как не то, чтобы интересные для меня статы, вроде как. Да, но все же... Ух ты! Это у меня штаны, смотрите, какие есть, да? Значит, 18 сумеречки. Эти штаны можно убрать, одеть нормальные штаны в итоге, которые дают крит искусственность, к слову, да? И какое-то колечко, например, поменять. Вот какое? Наверное, крит искусственность не лучший самый вариант. Искусственность что вообще дает? Ну, какая-то дерьмо на искусственность, да? То есть, вроде как, универсальность, естественно, получше будет дополнительная. Ну, правда, меняешь, говорится, на то же самое. Но, в принципе, неплохо. Можно поменять, и, наконец-то, его... Чтобы он больше себя как мужчина начал чувствовать, это приятно. Друидик, ребяточки. Друид у нас максимальный ключ на этой неделе взял. 18-й. И как награду он обязан просто получить себе одну ручку, последний предмет, который ему был бы неплох. Все остальное 475-е. Ну, разве что крит-скорость какие-нибудь предметы. Ну, естественно, вот одна ручка бы заменить до 475-а. А там, конечно же, колечко. А там, ребяточки, конечно же, колечко ложится. Я бы сказал, даже кладется рядом с моими другими колечками. Сотни колечек, которые мне уже выпадали. Значит, у меня крит-скорость, скорость-искусственность. А здесь универсальность-искусственность. Ну, понятно, как бы, да? Игра, как бы... Вот, ребят, всем привет, дорогие друзья. Я с вами Виллоу в этом видео. Я, на самом деле, показываю не открытие сундуков, а Голдфарм на том, что выпадает с недельного сундука. Плесун с ветром закрыл 17-й ключик, да? И, значит, выпал ему 465-й у нас плюмаж. Да? И, соответственно, можно сказать, что теперь ему нужна, ну, по сути, двуручка на танка, да? По идее. Поэтому, ну, чтобы, как говорится, почувствовать на себе силу танка. Тем более, тринька одна есть какая-то на танка, да? Поэтому ищем на хмелевару, что выпадет. И надеемся на лучшее. И выпадают, ребяточки, штанишки в скобочках кроссовки. Крит-скорость. А здесь Крит-скорость. Что? То же самое? Только 6 прибавок к скорости, да? Ну, честно говоря, честно говоря, очень, конечно, интересно. Очень интересно. Но отправляется тоже в Вендору, потому что Крит более приоритетен явно, чем скорость. Насколько мне известно на этом персонаже. Все идет к Вендору. Шаманчик. Шаманчик с 15-м ключом. Продолжаем голд фармить, очевидно. Да? Значит, у него все вроде как бы и неплохо, да? Но я надеюсь, что может еще и лучше быть, да? Поэтому подожди. Стоп, а давайте-ка, раз уж мы такие сильные, может мне выпадет щит на Элема. Так что давайте поищем на Элема. Я не знаю, а почему штаны? За что? Крит-искусность. Универсальность-искусность. Отлично. Нет. Предмет не теряет прочности. Ну, йолы-во-йолы. Я знаю, что искусность шамана... Мне тут подсказал один парень, который на тракторе ездит. Сказал, что шаманам как бы искусность... Как бы... Хо-хоу. Да. Такие дела, ребят. Такие дела. Что, что говорится, что не открывание сундуков, так рофлы. Как вы могли заметить, в принципе, какие-то герапы произошли. Но... Хе-хе. Вот, Сэм, такое все занятие, да. В общем-то, в целом мои персонажи уже давно 470+. Ну, даже уже, ну, как бы, что-то там можно, да, еще залутать интересное, да. Но это все труднее и труднее становится. Возможно, стоило бы мне больше приоритетные статы бы уже, как говорится, искать. Давно бы уже это стоило делать, да. Какие-то приоритетные статики разыскивать. Возможно, даже одевать меньшие левелом. Но приоритетные статы, 465 какие-нибудь, если повезет, да. То есть, это такое интересное дело. Значит, примерно вот так прошла неделя. Всего лишь 9 ключей. Из-за того, что каких-то очень много получилось разговорных стримов, да. Один стрим я отменил на этой неделе, там, вследствие всяких непонятных мувов, да. Как бы, в основном получились разговорные стримы. И поэтому, как бы, не хватило немножко троим пацанам моим, да. Чтобы что-то выбилось. В принципе, не знаю. Конечно, хочется как-то своих персонажей приодеть получше, да. Чтобы у них все было получше. Но для этого, по сути, мне надо ходить в Неолоту, да. Что-то выбивать. Но, откровенно говоря, меня, конечно, возьмут, да. У меня есть ачивка, там, да. У меня есть, типа, опыт. Естественно, я знаю все это дело, да. То есть, на того же Родена походить. Ну, на приоритетных для меня, как говорится, боссов, да. Но это такая, конечно же, неинтересный такой контент. Это просто такая скукотища. Вот. Просто мега скукотища, да. То есть, если хотя бы это что-то новенькое было. Ну, это такое, да. Такое. Так что посмотрим, что будет на следующей неделе. Так же будут выходить видосы. Так же что-то будет выходить. Пвпшку мы ходили за воином, по-моему, на прошлой неделе, да. Вот. Еще не очень мне это дело понравилось, кажется. Ну, такое, знаете, типа, полчасика в пвп побегал на арену. И потом что-то уже одно и то же, и тебе скучно, и капец, да. Не представляю, как люди сидят там круглые сутки на арене только. Ну, это разве что, знаешь, вот когда молодой еще, вот, в этом вся фишка, да. Когда еще не наигрался, вот это тебе нравится нагибать, вот этих вот, делать, всем, наверное, тогда очень интересно. Скажем так, да, молодой в душе, естественно. Ну, а как по факту, непонятно. Непонятно. Полчасика я что-то как-то, как-то это, запреуныл, честно говоря. БГ повеселее, честно говоря, чем арена в целом. Так что посмотрим, что у нас будет дальше. А вы, наверное, уже все сделали. Подписывайтесь, поставьте лайк и так далее. И ждите в новых видео. Баг-баг-баг-баг-баг-баг-баг. Жду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова